Е равно МЦ квадрат. Эта формула перевернула мир. Если сказать так детям в школе, то доверчивые ученики, конечно, поверят в доброго непричесанного гения. Примерно так же, как до этого верили в Деда Мороза. Но вот как на самом деле выглядит фигура дядюшки Эйнштейна. Маленький Альберт родился в 1879 году и развивался с большим отставанием. Говорить он начал около трех лет, а к семи годам научился повторять лишь короткие фразы. Альбертик не любил играть в подвижные игры с другими детьми, да и дети так же не любили играть с ним. Без видимых причин он мог впасть в ярость и побить их. Известен случай, когда он бросил в голову своей сестры, которая была на два с половиной года младше его, тяжелый кегельный шар, чем серьезно травмировал ее. Считается, что головные боли, мучившие ее всю жизнь и паралич, наступившие за семь лет до ее смерти, все это было следствием той травмы и последующих ударов садовой лопаткой по голове от любимого братца во время его редких активных игр с сестренкой. Мать Альберта хорошо музицировала и пожелала привить любовь к музыке и своим детям. Она наняла учительницу музыки, которая учила Альберта на протяжении семи-восьми лет, игре на скрипке. Эти уроки он поначалу ненавидел и даже иногда бросал в учительницу предметы детской мебели в приступах ярости. Но к концу обучения он довольно хорошо научился играть и даже полюбил музыку. Окружающие считали его крайне религиозным ребенком. В 12 лет он знал наизусть и распевал на людях некоторые объемные иудейские псалмы. Но потом как-то одномоментно это прекратилось. Может быть ему объяснили, что некоторые идеи иудаизма могут не понравиться окружающим, например, соученикам из христианской школы Мюнхена. Теперь уже об этом мы не узнаем, но сам Эйнштейн позднее говорил, что стал атеистом в силу своей детской мудрости. Мол, в 12 лет он понял, что религия обман. Какой умный и самостоятельный мальчуган, не правда ли? В гимназии Альберт хорошо успевал по математике, а вот с некоторыми прочими предметами были серьезные проблемы. Родители Эйнштейна в 1894 году переехали из Мюнхена в Италию, оставив сына жить с родственниками и доучиваться в гимназии. Но через год, в возрасте 15 лет, Альберт бросил школу, так и не получив выпускного аттестата и приехал к родителям, заявив им, что он не желает служить в армии. Тогда в Германии 17 лет был крайним возрастом для юноши, чтобы уехать из страны, не попав под военный призыв. Так что он отказывается от гражданства Германии и вообще у него есть план, он будет готовиться к поступлению в Цурихский политех в Швейцарии самостоятельно. А поступив и окончив сей вуз, непременно станет светилом науки. И вновь мы видим запредельную гениальность, прозорливость и самостоятельность. Или был кто-то, кто вовремя подсказал подростку, в каком направлении двигаться. В октябре 1895-го он таки удачно заваливает вступительные экзамены в политех Цуриха. И не светить бы ему в науке, если бы не был снова дан очень своевременный и мудрый совет. Пойти в специальную платную школу, закончив которую, становишься зачисленным в политех автоматом, без всяких вступительных экзаменов. Альберт поступает в эту платную школу, причем поселяется, сняв комнату у некого Йоста Винтелера, который вдруг по совместительству оказался директором этой самой школы. Хорошая страховка, платишь не только за обучение, но и лично в руки директору школы за проживание в его доме. Теперь уж точно не выгонят, политех гарантирован. Альберт зачислен на педагогический факультет Цурихского политехнического, а семья Эйнштейнов продолжает поддерживать общение с замечательным директором Йоста Винтелером. Спустя 15 лет сестра Эйнштейна выходит замуж за сына Йоста Пауля. Кстати, сам Эйнштейн, пока жил у дядюшки Йоста, крутил роман с его дочкой Мари, но жениться ему никак было нельзя, надо было беречь себя для более научных девушек. Юного Альберта, как явного манипулятора, характеризует такой факт, что когда их роман с дочкой директора уже был окончен по инициативе Эйнштейна, тот все еще отправлял Мари свое грязное белье по почте, а она наивно стирала и отправляла ему обратно. Видимо, еще надеялась на возобновление отношений. Более научную девушку Альберт встречает уже в стенах университета. Ей оказалась сербка Милева Марич, успешно сдавшая вступительные экзамены и зачисленная в группу студентов, куда был зачислен без экзаменов и Альберт Эйнштейн. Ей был уже 21 год, что по меркам того времени старая дева, а ему только 17. Милева с детства проявляла недюжие интеллектуальные способности, и ее отец Милош Марич, обладая современными взглядами поощрял ее тягу к получению хорошего образования, хотя в то время девочки редко учились не только в вузах, но даже и в средних школах-гимназиях. Милеве легко давались как математика с физикой, так и иностранные языки. Она стала одной из четырех женщин, которые когда-либо обучались в стенах Цюрихского политеха до 1896 года. Милева не была эталоном красоты и к тому же сильно хромала при ходьбе из-за заболевания костей, но несмотря на насмешки сокурсников, молодой и смазливый Альберт упорно садился на лекциях рядом с ней. Общепринятые взгляды на их последующие отношения таков. Гений Эйнштейн и немножко умная Марич, которая ему чуть-чуть, вначале, лишь по его снисходительности помогала. У некоторых придворных биографов она вообще описана как глупая, грязная, в быту сумасшедшая, в общем, лишь мешавшая гению творить в полную силу. Есть также и противоположная точка зрения, которую обожают феминистки. Альберт Эйнштейн обманывал влюбленную в него наивную женщину-ученого Милеву, которая написала за него все статьи и разработала все теории, а он, присвоив ее труды себе, в результате выкинул ее из своей жизни, развелся с ней и отобрал лаврыгения, хотя на самом деле ничего в науках и не мыслил. Насчет личности Эйнштейна феминистки отнюдь не ошибаются, но ангел ли Милева? Вначале кажется, да, несомненный ангел. Писала научные труды, воспитывала детей, терпела мужа-изменщика и к тому же не жаловалась. Но есть некоторые факты, которые заставляют усомниться в высоких моральных качествах жены Эйнштейна. Юный Эйнштейн, уверенный в своей мужской неотразимости, думал, что нашел в ней смышленого и бесплатного ассистента для своей научной карьеры. Менее юная Милева это прекрасно понимала, но в свою очередь хотела использовать его как витрину для своей научной деятельности. Времена тогда были далекими от эмансипации, а Милева обладала выдающимися умственными способностями. Прекрасно осознавала, что ей как женщине заниматься наукой напрямую будет чрезвычайно сложно. Научные журналы не будут печатать статьи женщины-ученого, ее не будут приглашать на семинары и лекции. Хотя позднее Милева, возможно, даже полюбила Альберта, об этом говорят ее многочисленные сцены ревности. Но поначалу она относится к юноше снисходительно, подтрунивая, занимается с ним физикой, пытаясь подтянуть его знания до необходимого запланированного ей уровня. В 1900 году Эйнштейн защищает дипломную работу, но ему, в отличие от его однокурсников, не предлагают остаться ассистентом на кафедре. Милеве Маррич же было предложено профессором Вебером стать его ассистенткой, но она отказывается из солидарности, когда Вебер не соглашается взять к себе также и Эйнштейна, считая того совершенно бесперспективным выпускником. Альберт и Милева хотели пожениться сразу после окончания учебы, но его родители, особенно мать Паулина Эйнштейн, были резко против этого. В январе 1902 года у Милева рождается девочка, которую назвали Лизерль. Рождение внебрачного ребенка в те времена было происшествием на грани скандала, и поэтому Милева оставила ее у своих родителей в Новесаде и не привезла ее в Швейцарии. Это неудивительно для тех лет. Удивительно другое, то что молодые родители практически не навещали свою дочь, а потом сообщили своему близкому кругу, что ребенок умер от болезни. Остальные прочие даже и не знали о существовании первой дочери Эйнштейна. Спустя более 30 лет домой к доктору Янушу Плещу, ухаживавшему за больной матерью Альберта Паулиной Эйнштейн, заодно он же писал биографию ее сына, явилась женщина с мальчиком за руку. Мальчик выглядел очень похожим на юного Альберта, а женщина утверждала, что она незаконно рожденная дочь Эйнштейна Лизерль, которую отдали на воспитание в чужую семью. Януш Плещ написал письмо об этом Эйнштейну и был крайне удивлен, когда последний не проявил к этому сообщению никакого отеческого интереса. Лизерль никогда не упоминали ни Милева, ни Альберт в своих письмах или разговорах при свидетелях. Словно бы ее и не существовало вовсе. Позднее, уже после их свадьбы, которую все-таки благословил умирающий отец Эйнштейна, в 1904 году родился их старший сын Ганс Альберт и в 1910 младший Эдуард. И оба росли в какой-никакой, но семье, а Лизерль была вычеркнута из семейной истории лишь за то, что рождена была вне брака. Родители Милевы были очень рады, что она наконец-то выходит замуж, и в 1904 году ее отец Милош Морич, посетив их, чтобы повидать внука, выдал Альберту в качестве приданного крупную сумму денег. Между прочим, это был эквивалент тогдашних 25 тысяч долларов США. Это почти миллион долларов нынешних. Что еще можно сказать о влюбленной и беззащитной Милеве? Одним из пунктов брачного договора, что уже было редкостью в те времена, было обязательство Альберта Эйнштейна отдать Нобелевскую премию Милеве. Этот контракт, несомненно, является доказательством ее авторства и их совместных научных работ. Для нее это была страховка на тот случай, если Альберт решится вычеркнуть ее из соавторов. Но страховка эта, впрочем, так и не сработала. Хотя Нобелевские деньги в результате Эйнштейну пришлось отдать. Контракт есть контракт. Но СМИ и придворные биографы тщательно выморали имя Милевы Марич из истории науки. То есть еще в 1903 году Милева была уверена, что ее будущие работы будут оценены как минимум на Нобелевскую премию. Так что тут большой вопрос, с мужем или женой плотнее работали закулисные кукловоды, которые корректировали вектор научной мысли на ближайшие сто лет. Но вернемся в 1902 год. За полгода до свадьбы Эйнштейн, наконец, получил долгожданную работу в Бернском патентном бюро, хоть и на самой низкооплачиваемой должности эксперта четвертого класса. До этого он перебивался редким репетиторством. Так он и сидит там почти четыре года до повышения до эксперта второго класса. Но это не показатель успеха, ведь он пришел в бюро не за должностью, и не за зарплатой. В те времена в патентное бюро поступали не только заявки на регистрацию изобретений, но и передовые научные работы. А Швейцария тогда была одним из главных научных центров Европы. Эйнштейн, работая в бюро, мог рассматривать самые современные научные теории и передавать их Милеве, которая, пропуская сведения через свой энергичный ум, начиная с 1905 года, начала выдавать на гора научные статьи по физике. Изложение в этих статьях отличалось от статей и прочих авторов весьма необычной манерой. Не указывались идеи, результаты и исследования, заимствованные из работ других ученых. Не сопоставлялись выводы с более ранними попытками решения той или иной научной проблемы. Статьи практически не содержали литературных ссылок, что создавало впечатление о полной оригинальности идей и результатов, изложенных в них. Так что плагиатом Милева занималась как минимум не меньше своего мужа Альберта, а то и больше. Статьи-то выходили из-под ее пера. Идеи Мари Чейнштейна — это компиляция работ других ученых, и если, к примеру, Лоренц выводил свои формулы на основании ссылок на других авторов и на результаты опытов с интерферометром Майкель Сона Морли, который позже перепроверил и опроверг американский физик Миллер, то Мари Чейнштейн просто спостулировали их. Причем имя Лоренца хотя бы было упомянуто как преобразование Лоренца. Имя же математика Анри Пуанкаре, идеи которого были положены в основу работы по теории относительности. Вообще никак не прозвучало. Лонживен, Гильберт, Хазинерль, Хевисайт, Томпсон. Вот кого еще забыла упомянуть сладкая парочка Мари Чейнштейн. И даже знаменитую Эйнштейновскую формулу ЕМЦ квадрат оказывается ввел как гипотезу еще в 1871 году австрийский физик Шрам, а в 1873-м она была доказана Николаем Умовым, точку же поставил Хевисайт в 1889-м, придав ей современный вид. В те времена наука была делом аристократическим. Прослыть плагиатором означало навсегда перечеркнуть собственную карьеру на поприще науки. И вести себя так, как вели супруги Эйнштейн, не получив черной метки от научного сообщества, можно было только имея очень серьезных покровителей. Сразу после публикации научных работ имя Эйнштейна начинают раскручивать газеты и журналы, которые уже тогда были почти полностью подконтрольны. Это помогает популяризации молодого ученого среди обывателей. В 1908 году Эйнштейн впервые был номинирован на знаменитую Нобелевку, которую он смог получить лишь в 1922 году. Все эти годы понадобились, чтобы сломить сопротивление ученых, и все равно пришлось пойти на хитрость. Нобелевская премия была присвоена не за теорию относительности, которую так и не смогли пропихнуть. Слишком многие ученые еще знали эту скандальную историю не понаслышке, а за открытие фотоэлектрического эффекта. Благо, Столетов, описавший три закона фотоэлектрического эффекта, к тому времени уже давно умер. На церемонию вручения Эйнштейн, кстати, не приехал. Решил, видимо, что он так избежит излишнего внимания и ненужных вопросов. Карьера Эйнштейна во время ожидания Нобелевской премии также не стояла на месте и росла весьма уверенно. В 1908 он уже доцент Бернского университета. В 1909 получил должность свадебного профессора, без кафедры и места в ученом совете в Цурикском университете. В этом же году ушел из патентного бюро. В 1911 он стал профессором в Политехе Праги. В 1913 стал членом Прусской академии наук в Берлине. А в 1917 стал основателем и директором Кайзер-Вильгельм института для физических исследований. Чем выше поднимался Эйнштейн по карьерной лестнице, тем меньше ему нужна была жена, которая уже только одним своим видом напоминала ему, за счет кого он получил почет и регалии. Отношения пары становились все хуже. В 1909 году Милевы пишет своей подруге. Известность не оставляет много времени для жены. Может случиться, что один получит жемчужину, другой только пустую раковину от нее. Они развелись в 1919, но еще за пять лет до развода Альберт Эйнштейн составит унизительный список требований к своей жене Милеве, который она должна будет соблюдать, если не хочет развода. Вот он, оцените. Первое. Вы будете следить за тем, чтобы мое нижнее и постельное белье было чистым и содержалось в порядке. Мне подавали еду три раза в день в моем кабинете. Моя спальня и кабинет содержались в чистоте и порядке, и чтобы никто, кроме меня, не прикасался к моему рабочему столу. Второе. Вы откажетесь от любой связи со мной, кроме той, которую необходимо поддерживать на людях. В особенности, вы не будете претендовать на то, чтобы я оставался с вами дома, сопровождал вас в поездках. Третье. Вы должны будете торжественно пообещать, что не будете ждать с моей стороны никаких чувств и не будете упрекать меня за их отсутствие. Будете отвечать мне тотчас же, как только я обращусь к вам. Беспрекословно покинете как мою спальню, так и мой кабинет по моему первому требованию. Не будете очернять меня перед детьми ни словом, ни делом. Документы бракоразводного процесса Эйнштейна и Марич сейчас хранятся в Израиле и засекречены. Свидетели же этого развода вспоминали, что на процессе были подняты весьма неприятные факты, включая неоднократные рукоприкладства со стороны Эйнштейна. Ну а немного позднее гений женился на своей двоюродной сестре Эльзе. Ее дочерей он теперь считал за своих, а родных себе детей всю оставшуюся жизнь игнорировал. Правда, как мы помним, нобелевские денежки пришлось отдать Милеве. Марич с брачным контрактом, конечно, не прогадала в финансовом отношении. Но ни славы, ни признания она за свои труды не получила. Советский академик Йоффе вспоминал, что лично видел оригинал из статей 1905 года, где было два имени – Милевы и Альберта. Но оригиналы, как обычно, не сохранились, а Милева доказать ничего не смогла, да и не очень-то пыталась. Их младший сын уже в свои взрослые годы активно пытался отстоять правду о настоящем создателе теории относительности, в результате чего закончил свою жизнь в психушке. Да и сама Милева в последние годы своей жизни, видимо, решив, что ей больше нечего терять, начала вспоминать о своем авторстве и также была признана сумасшедшей. Мол, умирала в безумном бреду и болтала всякую ерунду. Старший же сын, Ганс Альберт, был поумнее и не педалировал эту тему, в результате чего ему удалось сделать какую-никакую карьеру в науке. Кстати, несмотря на хорошее поведение Ганса Альберта после смерти Альберта Эйнштейна, ему по наследству достались сущие копейки от немаленького состояния отца. Почти все получили приемные родственники и любовницы разных периодов жизни, гения всех времен и народов. Кстати, после разлада Эйнштейн и Марич у того почему-то перестали получаться научные работы без соавторства. Метод Эйнштейна Брилюэна Келлера, статистика Боза Эйнштейна, парадокс Эйнштейна Подольского Розена и так далее. Гений, не примазавшись к настоящим ученым, ничего сделать самостоятельно не мог, хоть и пытался. Наслушавшись дифирамбов от прессы и увервав в собственную гениальность, он более 30 лет вплоть до самой своей смерти тужился со своей единой теорией поля. Но так ничего и не родил в результате. У обывателя сложилось мнение, что благодаря работам Эйнштейна и возникли все современные достижения науки и техники. Телевизоры, компьютеры, ядерные реакторы. Разве что айфоны все-таки не он, а Джобс придумал. Но начиная от электродвигателей, многофазных систем переменного тока, катушек зажигания и прочей электротехники Николы Тесла, до телевизора Зварыкина и тем более до ядерного реактора Ферми, нигде нет ни следа от влияния теории относительности. Как написал один из вас в комментарии, по заданию миллиардеров и в частности Баруха после ознакомления с работами Тесла, мировые финансисты с помощью лженаучной теории относительности остановили на 100 лет развития человечества. Может быть, эта субъективная оценка и не на 100% верна, но, судя по всему, она гораздо ближе к правде, чем общепринятая научная парадигма. Что думаете по этому поводу? Пишите под выпуском и оцените его, чтобы мы поняли, что старались не зря. До встречи на Крамоле!